Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Прогулял Эй! Привет, Пчелёнок А мы в мячик играем, давай с нами? Вам-то хорошо, вы ещё маленькие, в школу не ходите, а мне надо учиться Пчелёнок, ты всё учишься и учишься, а с нами совсем не играешь Может, немножко поиграем, а потом полетишь в школу? А, давайте Можно же один раз немного опоздать Странно, что пчелёнка нет Он никогда раньше не опаздывал Никто не знает, что с ним? Нет, мы не знаем Ну что ж, после урока полечу к нему домой Выясню, в чём дело А сейчас начинаем очень важную тему Самые опасные растения для пчёл А пойдёмте к Миле куличики лепить Мила, можно мы с тобой поиграем? Конечно Давайте украшать куличик цветочками Ни в коем случае нельзя подлетать к этой скале Потому что на ней растёт очень опасный цветок Липучка Как хорошо отдыхать Может быть, совсем не ходить сегодня на урок Только один разочек Я ведь никогда не пропускал Если дотронуться до этого цветочка То к нему можно прилипнуть Челёнок, догоняй Посмотрите, что они делают Очень вкусные цветочки Да, объедение Не трогайте наши цветочки А мы их не трогаем Мы их едим Спасибо за обед Мои цветочки Не плачь, Мила Мы тебе новых цветочков нарвём Я видел, здесь недалеко На большой скале растёт очень красивый цветок Не расстраивайся Сейчас мы его принесём Вот он Как высоко Сейчас я его сорву Вот, сорвал Неси его скорей сюда Мила, ты не встречала пчелёнка? Встречала Они с Лунтиком и Кузей Пошли к большой скале Нарвать цветов Там же растут липучки Что там растёт? Помогите Он меня не отпускает Он меня не отпускает Мои ноги прилипли к этому цветку Что это за страшный цветок? Это липучка Очень опасное растение К которому нельзя приближаться Мы проходили это сегодня на уроке Кстати А почему тебя не было? Я прогулял сегодня урок Это очень плохо Если бы ты не пропустил урок Ты бы знал Что к этому цветку подходить нельзя И не попал бы в беду Ну что ж, проверим Как вы выучили домашнее задание Теперь пчелёнок всегда делает домашние задания Ведь знания, полученные в школе Обязательно пригодятся Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на Землю Где нашёл много новых друзей Привет А вот что произошло дальше Мы с вами сейчас и узнаем Как надоело траву жевать Смотри, Вупсень Я твой портрет нарисовал Не похоже Может быть пойдём к ручью купаться Мы сегодня уже пять раз купались Ладно, пошли к ручью Чего хотят гусеницы Лунтик, мы тебе тёпленькие пирожки принесли Вы что, специально прилетели, чтобы меня покормить? Конечно Ты же наш любимый внучек Спасибо, я вас тоже очень люблю Разводят тут телячьи нежности Дядя Шнюк, посмотрите Теперь вам нравится? Да Ты, Гуся, молодец Делаешь большие успехи Мила Это тебе Спасибо Нужно поставить его в водичку Как им всем хорошо Не то, что нам А давай-ка устроим им всем какую-нибудь гадость А-а-а А-а-а-а-а А-а-а-а-а-а Аха-а А-а-а-а A-а-а-а-a А-а-а-а-а Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Эй, Пупсень, бежим! Сейчас догоним, мало не покажется Да где же они? Где же эти гусеницы? Зачем мы это сделали? Сейчас нам достанется Нас и так никто не любит Вот именно, не любят Сюсёкаются между собой, а на нас им наплевать Ты что, хочешь, чтобы тебя тоже по головке гладили и пирожками кормили? Может быть и хочу Если бы меня по головке гладили Я, может быть, был бы хороший И я был бы хороший Самую любимую игрушку Вот, это вам пирожок И это Вупсень, нас тоже любят! Лунтик первым понял, чего не хватает гусеницам В общем, не так уж и много Чуть-чуть тепла и участия Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился! И случилось так, что он попал на Землю Где нашел много новых друзей Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Опоздал Поймал Я же на урок опоздал Что же сказать учительнице? Может, помогал муравьям строить плотину? Нет, не то А может, у бабочек потерялось зеркальце И я помогал его искать? Тоже не годится Может быть, правду сказать Что мы с Лунтиком в мяч заигрались? Нет, тогда влетит О, придумал! Откройте тетрадки на странице Здравствуй, пчелёнок! Здравствуйте! Что случилось? Почему ты опоздал? Я... Я Лунтика спасал Спасал! Он пошёл гулять по лесу И упал в глубокую яму А я в это время летел мимо На урок Но услышав, как Лунтик зовёт на помощь Я бросился в яму Взвалил его себе на плечи И вытащил Надеюсь, Лунтик не ушибся? Ушибся У него нога заболела И мне пришлось на себе Тащить его домой А потом Я ещё долго перевязывал К ему ногу Поэтому и опоздал Ты сам перевязывал ногу? А разве капы с Шером нет дома? Ну, да Их не было Так, надо срочно осмотреть Лунтика Вдруг ему нужна медицинская помощь Ребята, на сегодня урок закончен Возьму дома кое-какие лекарства И полечу к нему Что же теперь делать? Лунтик! Ай! Лунтик, миленький, выручай Сейчас сюда прилетит учительница Надо ей сказать, что утром ты гулял по лесу И упал в яму А я тебя спас Тряпку! И у тебя теперь болит нога Понимаешь? Ой Щекотно Лунтик! Лунтик! Это учительница Она уже здесь Лунтик, не подведи Учелёнок, у меня же ничего не болит Лунтик, ты дома? Дома Здравствуй, Лунтик Как ты себя чувствуешь? Ай! Ай! Ой! Ай! Ты стонешь! Тебе просто необходим постельный режим А ну-ка, пойдём в твою комнату Лунтик, постарайся не двигаться А я сейчас сделаю тебе укол Укол? Конечно Надо ввести тебе лекарства Тогда твоя нога быстро заживёт А может Не надо укола? Лунтик, любую болезнь нужно лечить И ни в коем случае нельзя пускать на самотёк Поворачивайся на живот Не надо уколов! Это я во всём виноват В чём ты виноват, Пчелёнок? Я не спасал Лунтика Я опоздал на урок из-за того, что заигрался в мяч на полянке И ты всё это выдумал, чтобы себя выгородить? Да ещё и втянул в это Лунтика Простите меня Прости, Лунтик Что ж, придётся тебе всю следующую неделю Отвечать у доски домашнее задание Пять плюс пять Пчелёнок решил, что никогда больше не будет никого обманывать А Лунтик предложил играть в мяч после уроков Чтобы не опаздывать Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на Землю Где нашёл много новых друзей Привет А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Хочу быть бабочкой Мечта Мечта Лунтик, ты не видел Бупсеня и Пупсеня Я хочу им свою книгу отдать Ааааа, ааааа Ааааа Чего вы бросаетесь? Извините, это учебник из школы гусениц Как стать бабочкой Что? Мне он не нужен, а вам пригодится Смотри, тут всё нарисовано Ух ты! Ух ты! Ой-ой, тут так много надо работать! Я не хочу много работать! Что же делать? Пупсень, Пупсень, здравствуйте! Ай! Эх! Что с вами? Пропадает наша мечта стать бабочками! Почему? Там столько всего надо делать, работы на целый муравейник! О, давайте я вам помогу! Да, мечты должны сбываться! Что там нужно? Нитки! Думаю, дядя Шнюк одолжит немного! Хе, отлично! Вот Лунтик нам всё и сделает! Ха-ха! Мы лежим! Работа идёт! Ой! А-а-а! Пупсень, Пупсень, где вы? А-а-а! Смотри, куда едешь! Извините! Что это за штука такая? Это нитки дяди Шнюка! Сейчас будем коконы делать! Ух ты! Давай, начинай! Смотри! Смотри! Что это за штука такая? Как в этом коконе неудобно! Да, что там дальше? Надо вас подвесить на какой-нибудь цветок. Только повыше! Что-то мне уже есть хочется! И мне тоже! Но главное, у меня хвост чешется! И мне до него никак не достать! Что-то я уже не хочу становиться бабочкой! И я тоже! Лунти, твоя работа закончена! Можешь идти! А, я хотел посмотреть, как вы... Тогда сделаем дело, тогда и посмотришь! Я так старался сделать всё по книжке! Интересно, получится? Представляю, какие из гусениц выйдут... гусеницы! Пупсень, Пупсень! Почему вы не превратились в бабочек? Мы захотели есть! Да! Чуть не умерли с голоду! Но... Как же ваша мечта? Мечта? Какая мечта? А, вот эта, что ли? Никуда не денутся эти бабочки! Да! Потом как-нибудь станем! Как же так? Я так старался! Да ладно! Можно подумать, это ты мечтал стать бабочкой! Нет! Но я хотел, чтоб их мечта сбылась! У них, по-моему, только одна мечта! Пузо набить! Ха-ха-ха! Да! Тут им моя помощь не нужна! Лунтик очень хотел, чтобы мечта гусениц сбылась! Но, похоже, Вупсень и Пупсень еще не скоро станут бабочками! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Балет! Ты так здорово танцуешь! Спасибо, Лунтик! Значит, это и есть балет! Да! Наверное, очень сложно так танцевать! Да нет, что ты! Все бабочки так умеют! Да? А может, ты меня научишь? Нас с пчеленком! И меня! И я! Я тоже хочу так прыгать! В пачке! Хорошо! Я еще никогда никого не учила, но танцевать я умею, а значит, и вас научу! Ура! 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 Давай скорее! Не хватало еще на первый урок опоздать! Доброе утро! Вы как раз вовремя! А эти что тут делают? Не видишь? Будем учиться балету! Все бабочки так танцуют! Ага! Мы решили заранее научиться! Итак, приступим! Смотрите на меня и повторяйте! Встали в такую позицию! Прыжок, поворот, ножку вытянули, прошли и встали! Ой! Ты мне на ногу наступила! А ты вообще меня чуть не задавил! Ага! Тебя задавишь, как же! У меня бы все получилось, если бы не вы! Да ты вообще первый грохнулся! Ребята, не ссорьтесь! Как вы так все попадали? Надо было повторять прямо за мной! Я же не падаю! А мы и повторяли! И вот что получилось! Все из-за Кузи! Что? А кто меня сзади толкнул? Никто не толкал! Сам упал! Подождите! Покажите, как мы двигались! Чего ты меня толкаешь-то? Что? Стойте, стойте! Перестаньте! Вы должны танцевать так, как я вам показала! Ээээ... А что там было-то? Ох! Ну вот же, все очень просто! Сперва прыжок, затем поворот, ножку вытянули, немного прошли, опять прыжок, поворот и встали! Запомнили? Сперва прыжок, теперь поворот, ножку вытянули, пара шагов, прыжок, поворот и встали! Да вы даже не стараетесь. Кто ж так прыгает? Кто ж так поворачивается? А ножку вытянуть? Она же ровная должна быть. А у вас? Я лично стараюсь. Я ещё никогда так высоко не прыгал. Главное прыгнуть не высоко, а красиво, изящно. Вот так. Пока не будете изящно двигаться, урок не закончу. И начали. Прыжок, поворот, ножка, походка, прыжок, поворот, встали. И опять. Прыжок, поворот, ножка, походка, прыжок, поворот, встали. Да что с вами такое? Разве я непонятно показываю? Разве вы не хотите научиться танцевать? Эти движения самые простые у нас. А вы, вы всё дурачитесь. Вы это специально, чтобы меня обидеть. Конечно же нет. Прости, Элина. Но мы правда очень стараемся. Ой, ага. Я вот уже в третью позицию могу встать. Но, почти. О, осторожней, Элина. Кто тебя обидел? Это всё они. Просили научить их танцевать, а сами даже не стараются. Я им показала самые простые движения. А они всё делают кое-как. Всё время падают. Ты знаешь, а ведь у меня тоже так не получится. Даже если буду целый день учиться. Почему? Это же так просто. Так это тебе просто. Ты ведь занимаешься балетом уже давно, а ребята начали только сегодня. Неужели ты думаешь, что они сразу будут танцевать? Тебе ведь тоже вначале было сложно. Да. Это было так давно, что я и забыла. А ведь правда. У меня тогда многое не получалось. А учительница всё со мной занималась. Объясняла каждую мелочь. Вот видишь. И вот какой результат. А учить-то, оказывается, тоже непросто. Хорошо, что Элина вспомнила, как сама была ученицей. Теперь у неё и ребят всё получится. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Здравствуйте. Вижу, вы скучаете. Предлагаю сыграть в шашки. Шашки. Готово. Выходите первым. До свидания. Как смешно, как дела. Отпустите меня. Это не игра, а сплошное хулиганство. Добрый день. Хотите в шашки и сыграем. Отвратительный день. Это не игры, а безобразие какое-то. Я не собираюсь участвовать в безобразии. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы хотим играть с вами. Давайте в шашки поиграем. Да ну, скучная игра. О, мы играем в прятки. С кем? Добрый день, любезнейший. А вы помните сегодняшние лекции? Да-да, Пискарь Иваныч. Может, шашки и сыграем? Извините, не могу. Мне поручили последить за малышами. А мы здесь. Вот и мы. Извините, мне пора. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, дядя Рак. Вы, я вижу, играете. Нет, я учу пчелёнка пускать блинчики. А давайте в шашки сыграем. Я не умею. Меня в шашки играть не учили. Пчелёнок. Мне надо нектар собирать. Извините. Пчелёнок, где ты? Лечу, лечу. Какая жалость. Одни не умеют, другие не хотят. Что такое? Не с кем в шашки сыграть. Дядя Рак, а давайте вы научите меня? С радостью. Вот, Лунтик, это шашка. Она ставится сюда, на чёрное поле. А почему так? Если бы они стояли по-другому, это были бы уже не шашки. Вот смотри, есть чёрные и белые. У тебя белые, ты ходишь первым. Хорошо. А куда мне надо уходить? Никуда. Ходить надо шашкой по доске. Вот так, с чёрной клетки и на чёрную. А-а-а. Теперь хожу я чёрными. Вот так. Теперь хожу я. Смотри, Лунтик, если шашки разных цветов встречаются, та, что стояла, ест ту, которая подошла. Как ест? Хе-хе-хе, это так говорится. Просто эту шашку убирают с доски. Вот так. Понятно? Да. Вот вы где. А мы с мальками вас ждём. Вы хотели прочитать лекцию. А-а-а, да-да. Но сейчас я играю с Лунтиком в шашки. Дядя Рак, давайте я поиграю один, пока вы разговариваете с мальками. Э-э, ладно. Оставляю тебе шашки. Повтори то, что я тебе показывал. Хорошо. Сначала ходят белые шашки. Вот так. А потом чёрные. Вот так. Привет, Лунтик. О, что это? Это шашки. Я хочусь играть. Вот так шашки ходят, а так они друг друга едят. Какая-то скучная игра. А можно в неё играть по-другому? Если играть по-другому, то это будут уже не шашки. А мы попробуем. Ух ты. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Дети никогда не шалят, вы. Ха-ха-ха. И не разбрасывают вещи. Ха-ха-ха. Разве это игра? Я так надеялся поиграть сегодня. Простите, дядя Рак. Не уходите, пожалуйста. Это я его отвлёк. Простите. Давайте сыграем по правилам. Пожалуйста. Ну, хорошо. По-настоящему увлекательной любая игра станет только тогда, когда ты в ней хорошо разберёшься. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Полёты. Куда все ягоды подевались? Я так хотел земляничку на завтрак. Не ной. Сейчас найдём. О! Смотрите, девочки, я нашла одну. Ну, наконец-то. Давайте её сорвём скорее. Эй, это наш завтрак. Мы первые его нашли. Вот ещё. Мы первые. И уж точно мы первые сорвём. Это мы ещё посмотрим. Пупсень, за мной. Не успели. Отдавайте ягоду. А то мы вам покажем. Что покажете и как? Вам нас не достать. Вот станем бабочками. Будем летать и достанем. Ну, когда это ещё будет? Думаю, не скоро. Ну вы! Ай! Вупсень! Вупсень, ты чего? Я думаю. А ведь правда, мы станем бабочками ещё не скоро. Так что летать тоже не скоро будем. Да! Унесли нашу ягодку. Придётся травку кушать. Ну уж нет. Никакой травы пока не научимся летать. Что? Привет, Пупсень. Привет, Пупсень. А что это вы делаете? Летать учимся. Получается? Пока только вниз. Ничего, и вверх получится. Пошли, Пупсень. Летим! Ой! Вы уверены, что научитесь летать? Да! Но это будет, наверное, не скоро. А нам надоело ждать. Я хочу летать. Я хочу править миром. Ой! То есть парить над миром. А зачем это вам? Если мы научимся летать, уж мы тогда... Постойте! Я придумал, как летать не вниз, а вверх. У-у-у-у-у-у-у! а может все таки подождем пока станем бабочками а я больше не могу прыгать я знаю чего вам не хватало крылышек теперь у вас точно получится я не хочу больше прыгать не страшно не бойся с крыльями вы точно полетите мы летим у нас получилось а теперь держитесь ягоды и бабочки а вон и бабочки ну что не ждали не догонишь не догонишь все не могу больше махать пупсень почти получилось может еще попробуем нет хватит с нас прыжков и колючек и твои крылья не годятся но вы же так хотели лучше мы подождем когда станем настоящими бабочками с настоящими крыльями точно пойдем лучше траву жевать да и никакие ягоды нам не нужны вот а земляничка наконец-то мы можем позавтракать вкусно я и летать не надо ага жалко только я бабочек не догнал ничего когда станем бабочками тогда и догоним точно и уж тогда когда гусеницы повзрослеют и у них появятся крылья они конечно же не станут обижать бабочек а